доброе утро мои дорогие зрители с вами наталья всех приветствую всем рада ну что неделя продолжается москве минус 6 к вечеру завтрашнего дня обещают минус 15 но солнечно москве хоть и минус 6 и минус 3 днем бывает и минус 4 но очень сыро вот такая влажность вообще жутье но мы собрались поговорить не о погоде вчера быкова выпустила очередной шедевр по-другому я сказать не могу опять включила много деточку опять кадр голос за кадром да ну что мы видим оля начала переработку она одна на хозяйстве у нее марина заболела у нее температура и и знобит только я не поняла чем она от температуры амипрозолом лечится насколько я знаю амипрозол это при гастрите при язве пьют это когда эрозия на желудке носим все что за связано с желудком и когда вчера услышал я даже перемотала еще раз послушала чем она лечится от температуры в общем там что-то непонятное почему амипрозол мне вообще каждое еще бомбе взяла да да но лба все то же самое ну ладно вернемся к началу сказала осталась без помощник потому что я сначала думала что она будет рассказать что сиска уехала мы знаем что сиска со своей подружкой ольга вчера уехали вчера позавчера не знаю когда потому что вы кого и в днях очень трудно разобраться мешает очень понять сложно какой-то день недели в каком месяце и в какой когда это было но бы кого показывает сепарацию на на кухне ну и конечно она даже не вырезала тот момент когда у нее выскочила кастрюля с молоком из рук и молоко развелось по всей кухне во первых что я хотела сказать какое счастье что в этот момент около нее не было детей тошмаку было довольно таки теплое может даже горячее а у нее все время под ногами крутится маленькие дети особенно вероника любит там покрутиться но слава богу все прошло удачно до бы кого стала говорить то что вот я себе работы добавила ничего страшного ничего страшного ты показала что ты такая же как и все да только и всего ты думаешь только у тебя из рук что-то 100 товар лица а в таких случаях ты знаешь если мой папа увидел со стороны вам сказал бы но елки-маталки у тебя чем мухи в руках трахаются что ничего держать не можешь это любимое выражение если кто-то что-то уронил или в руками не так взял он все время так ругался вот поэтому такая же безрукая без многое безголовая но прибежала сиска но видно это еще давно было снято быстренько они стали собирать это молоко не дай бог куда затечет а то будет вонять но не знаю насколько она будет вонять в доме машине то понятно как ты говорила там ткань а тут чё плитка кругом и ей пришлось отмывать и это все ой боже мой потом пошла опять на кухню быкова что-то себе никак не поставишь раковину но купив бы в обыкновенном мебельном магазине мойку в чем проблема я санек совсем без руки не может тебе мойку подключить в чем проблема купить мойку я не пойму и вот это ее сепарация на этом столе она вечная вот она то что на летней кухне у нее сепаратор стоит высоко что в этой она вот эти кастрюли тягает наши беременные да а кастрюлю как-никак там литров по 6 подтягай к их вверх по заливай к в сепаратор вообще я сколько помню вот мы были в сибири тетя надя я помню ее сепарацию у нее был такой невысокий столик ну так сантиметров 60 сколочены конечно деревенские было скамеечка как я говорил куда молоко ставили после дойки сарае вот приходили домой из цедили его внутрь раньше руками до или цедили его такая же стояла скамеечка невысокая скамеечек много было и сепаратор также стоял вот на такой высокой скамейке ну типа стола вот дядь миша сам сколачивал было очень удобно не надо было руки вверх поднимать почему бы нет я хотел сказать у быкова но я понимаю детский столик не подойдет он слишком хлипкий но я чуть не видел тебя детских столиков таких маленьких которые складываются на которых дети иногда рисует маленьких у тебя яков настя вероника они такие маленькие но купит им складной детский столик пускай не на нем занимается нет она всех сажает за большой нет вероника еще сидит за тем столом за которым ест ну ладно это и отвлеклась вернемся к нашим баранам ну короче говоря сиска вымыла всю кухню это пошла ванну мыть ведра все нормально потом она поперлась узнавать как себя чувствует марина тут там узнали про амепрозол до первый раз слышу как медик что температуры амепрозол помогает может ее колбасила после обмывания еще не состоящегося ребенка все может быть не знаю не буду наговорить на человека короче буквы пошла санька искать санюк там все бычкам строит этот сарай он там тепленький сухенький да бык один там видите ногами бьет агрессивный один но бы кого там прошла все посмотрела тут я не помню кто прибежал настя и софия кто-то из ребятишек прибежал не не обратила внимание кто она их прогнала домой говорит вот у себя больные идите домой все пошли домой но саньком сюси-масюси я вот хотела спросить вот сидит он делает закон для бычков и вернусь к колькиному стриму здесь же прям чуть-чуть бы кого когда-то на стриме кричала что саша ей никто и он не обязан содержать ее ее детей ok google ты теперь беременна от саши а своего ребенка он собирается содержать или как это и егений петрович будет только бокам хвосты крутить что он не хочет заработать на роддом любимой женщине и как ты говоришь единственного своего ребенка бы у него двое детей есть ты сама за него долги платила пока пока по алиментам блин она опять наступает на те же корабли она за евгений петровича платил алименты за этого платила все его хвосты она правильно мы же забыли она же в объявлении говорил у меня 10 деточек но они вам ничего не будут стоить ну правильно вот он и пришел на все готовы ей говорить ну ничего не будет стоить и как вчера я не помню кто где-то написал в комментариях в телеграме меня или нет но я воспользуюсь этим выражением она собирается составлять брат брачный контракт или у кого-то я слышал обзорчиков но мне очень понравилось это выражение где как он бы кого говорит как пришел как евгений петрович она выгнала беспорток так и саньку что брачный контракт вот пришел беспорток ничего тебя нету на мое хозяйство не рассчитывай такой же голый уйдешь но со стороны санька я бы подписала как пришел без детей бездетный так бездетный ухожу и сколько бы ольга от него не нарожала в контракте написано я пришел без детей и никаких обязательств перед детьми не несу такой ушел а почему бы нет он же как пришел так и ушел он же пришел еще у него не было детей не было вот так можно написать мне очень понравилось ну и короче говоря как всегда быкова и себя строит такую бабу матушку заботницу в общем такой нудные как всегда но но не тысячу раз она немного деточка не бы как все время хочет преподнести найти как вот как пугачёва пела спи спокойно страна я у тебя такая одна вот такая точно 1 вот такая как бы кого она одна вчера он девочки скидывали многодетная семья 11 детей видео обалденная семья у меня в телеграме можете зайти посмотреть оксана фрусов для кого ходить не надо ирина многодетка в общем приличных многодетных семей много и к ним действительно уважение я работала в детском саду где у нас были многодетные семьи но пускай не 10 детей там в одной семье было шесть детей другой было восемь детей так самое интересное там мама занималась бизнесом вне сельского хозяйства она умудрилась сразу также развелась с мужем шесть детей был у нее но не сложилось у них хотя при мужа нажила очень хорошо они жили в коттедже у нее был личный водитель детей возил в школу детский сад была домработница жили не тужили ну чужая семья потемки развелись и она себе в сочи купила особняк она всю жизнь занимала бизнесом до что-то она тоже была блогер в инстаграм до давала очень много совета многодетных она давала хорошие советы она давала мудрые совет а быкова какие на дает о тут мне даже страшно становится это точно но и гляжу чё-то в бусте у нее не очень там и интересно девки пляшут вчера вечера было всего 18 человек но при том что умножьте на 300 рублей и быкова еще не знает что бусте снимает практически 10 процентов это 10 процентов бусте снимет потом придет ей на карту райфайзенбанк там еще 500 рублей снимет ночью накопит санек и не работать копить жене народу и опять же роддом с кого она списала среднем нога деточки кто рассказывал про платные роды ирина ну куда она не успела по контракту до родила то она дома последнюю девочку ксюшку опять же с нее слезала но не судьба все мои дорогие я с вами сегодня уже прощаю уже наболтала всякой хрени до встречи всем здоровья здоровья свою дорогую внучку я поздравляю с днем рождения сегодня у меня у меня то у дочки теперь у внучки там в испании но я сейчас еще и поздравлю они еще спят мои внучки сегодня 17 до девушка взрослая конечно ей здоровье успехов и удачи по жизненном жизненном пути чтобы они все складывалось так как она хочет все мои дорогие я с вами прощаюсь почему я говорю потому что на меня смотрит до встречи пока пока